Я Убирай Не надо силы Убирай 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok потому как я жду звонка вот сейчас я беру веник и буду немножко выметать листья веником это где-то было около часа уже позвонить должны мне были в час 15 забегая вперед вам скажу что я не убрала листья пошла с ними разбираться им звонить я пошла им звонить такая не наехала конкретно мне никто не перезвонил мы сможем закатываем такие пиры показательные на весь мир у нас ни у кого нет в семье мы скромные люди мы любим повеселиться особенно поесть выпить вкусное любим мы не в завязке потому что мы не алкоголики это extended расширенная семья ну и мы не собирались устраивать хотели пойти перекусить и смотрели что там ну все рестораны они только в 45 открываются ютики так как у меня был вчера поиск мы не делали в плечо не просто укол это второй укол уже под андре цей под рентгеном доктор смотрит на телеэкран и знает куда дальше есть я не хотел разводить мне лекарство вчера был очень болезненный укол первый он мне дал чуть-чуть полегче второй болезненные более глубокие попал в саму точку и мы сначала думали поехать после процедуры покушать ну как вы знаете у нас 4 часа 5 уже и сидеть там ресторанах до полночи не шампанское не выпить ничего муж за рулем не пьет и мы решили пойти куда-то перекусить дома его я посмотрела что было открыто в буфет мы не хотели идти что-то нам не понравилось в последний раз платить там деньги и объедаться нашла я какой-то вьетнамский короче вьетнамскую забегал я думала что это ресторанчик потому что фотографии показывали там такие все в светлых ценах и как отдельные кабинки когда мы туда приехали мы рассчитали время чтобы мы я успела еще на свой appointment мы увидели что никаких кабинок нет что это похоже на какую-то забегаловку люди там были и кушали я хотела покушать блюдо которая подавалась в ананасе я увидела меню онлайн когда мы заказали ананаса не оказалось оказалось просто содержимое в тарелке это трис немножко было совсем крабовых палочек повода мяса совсем чуть-чуть креветок совсем чуть-чуть скопление жареного яйца омлета они дают орехи были ничего было было неплохо я не доела почти все оставила в тарелке потому что слишком большая порция была муж съел все но он настолько легкий этот так он назвал вьетнамский плов что он не наелся и мы поехали в танкин донат просто попить уже не хотели у них брать кофе за два блюда чай зеленый правда был вкусный подали нам воду со льдом но я не пью из-под крана где-то там какого-то кафе воду со льдом мы сами пьют свою воду из-под крана я пью только из-под фильтра и бутылок мы к этой воде не притронулись а чай заваренный был вкусный мы с удовольствием выпили чай из чашечек и съели это слов и муж говорит сейчас я что-нибудь себе допеклю ну пошли мы в танкин донат купили кофе я съела небольшой такой донат неплохой а муж съел бутерброд еще там вот выпили кофе посидели и я пошла на потмент а он поехал еще помню по хозяйственному быть магазин докупать что ему надо для строй вот и после укола я там провела два часа фолькман у меня был на час тридцать визит вышла я начало четвертого у меня так разболелась рука что я не могла и вообще даже поднять и дотянуть штаны потому как это естественно это лекарство попала в самую точку мне было очень больно но я человек терпеливый мне все равно я уколы не боюсь мистик уколов так как я я работала дентал ассистент я работала вором в Соджире и все это мне не страшно ну и мы потом только заехали к дочери потому что это по пути к нашему дому я взяла у нее еще и бупрофен три таблетки по 200 миллиграмм каждая там перекруили переговорили собачкой конечно они бы не могли никуда пойти ни в какой ресторан даже если бы мы что-то и сделали ну и все муж купил твердых сыров вот этих вот итальянских вкусненьких и он быстренько порезал все что у нас было вот такие закусочки еще потом орехи ели с виноградом и смотрели скорую помощь 6 Гоша Куценко хороший этот сериал нам нравится легкий вообще только русские фильмы смотрим когда мы только приехали в Америку мы вообще не смотрели никакие русские каналы только американские но теперь нам это не надо потому что совсем не интересное творится в жизни Америки и также Европы так что мы знаем все последние события которые охватывают наш континент и европейский континент знаем все что происходит в России в Украине но у меня не политический канал я освещать это не буду но у нас специальная программа и мы смотрим полностью все новости все фильмы русские потому как это душевные человеческие фильмы в Америке тоже есть очень много интересных фильмов которых мы много просмотрели которые душевные с известными старыми актерами а то что делают сейчас это смотреть ну просто невозможно какие-то экшен это летающие чудовища это какие-то мультиконизированные и фильмы меня не интересуют я ненавижу это вот не фантастику я фантастику терпеть не могу я люблю конкретные фильмы могу смотреть мелодраму всяческие детективы и я не все люблю русские фильмы очень много паршивых фильмов где только показывают голые женские зады уже настолько все опошлили тоже в России какой-то стиль взятый из дурных стран совершенно не скромно ну ладно там показать мельком что-то а так ну просто как не фильм так постоянно мужики сидят и гладеют на этих баб дурных которые на шесте танцуют и виляют своими заданиями ну уже просто настолько тошнит от этой пошлятины невозможно поэтому я еще и русские не все смотрю выбирают где более-менее что-то человеческое мы смотрим ну и всякие комедии комедии тоже не должны быть по-шляски я не люблю пошлить абсолютно мне пошлость в жизни вот так ну вот я вам и рассказала про нашу эту этот вечер про эту забегаловку мы когда зашли увидели что это уже не тот ресторан который представлен онлайн что это забегаловка но уже времени не было искать по ютике что-либо мне ютика не нравится мне амстердам не ютика мне не нравится вообще вот ну мы там бываем только по делу в банке одна часть ютики мне нравится где дорогие прекрасные дома потому что в ютике уже людей не нашего цвета уже больше понимаете я их на терпелой в бруклине я с ними жила в государственном билдинге я могу чё вам понарассказывать у вас уши-то дамы но я не хочу вот и приехали домой муж порезал мы выпили шампанское очень вкусное не сладкое я люблю сухое потом пошли наверх смотреть валяться в постели смотреть кино есть орехи и виноград постели вот такой у нас есть вот и все а сейчас я убираю листики и жду звонка с одной организацией они конечно мне должны позвонить в час 15 но это в плане что они постоянно опаздывают со звонками да я же говорю уже час восемнадцать а ты должен все делать вовремя а 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 о последнее время нам америка не нравится что я в америку не выкида не выбирала что эта мать закидывала листики и мой первый муж выиграл это интегрироваться и работать как люди последнее время в украине творилось что-то ужасное я был свой магазин от первого брата потом так получилось что меня заставили переписать свою долю на долю аленки а потом ее папаша ты взял у неё подпись но не подпись он ее заставил подписаться и они продали в сиденье магазин и все деньги он взял себе и вложил в крымскую землю и поэтому моя дочка ну и в продолжении я вам скажу два слова когда мы в америку то приехали с мужем у нас были долги 5000 долга мы сразу устроились на работу сняли walk in studio даже него пин а такую полуподвальную студию в доме и работали отдали долги ну и потом стали жить короче человеческая жизнь более-менее было на той украине в своем магазине я работала и приходили люди которые мне говорили почему ты на русском языке разговариваешь и так далее западной украине только становилось хуже и хуже ну дальше я не буду политику разводить поэтому мы уехали в америку никогда бы я не подумала что такое будет происходить в америке как сейчас ну и в европе с четырнадцатого года европе открылись беженские я не говорю беженцы про украину я говорю других бежен не беженцы европейские открыли а беженцы совершенно другой культуры вы понимаете да которые на деревьях сидят на деревьях сидят и все больше ничего не надо вы понимаете это чучо поехала в европу потом развязалась четырнадцатом году вы знаете что между россией и украиной украине там произошло знаете что и дальше только все хуже и хуже и в америках вообще стало ужасно сейчас я отойду там человек и сейчас вам покажу что мне пришло так что вы жили работали как говорится не турались ни одной работы да и такое слово украинское и потом что стало происходить в америке мы просто вынуждены были убежать из нью-йорка нас людей нашего цвета кожи ну там невозможно было особенно в том районе где мы жили во первых очень мало людей нашего цвета жили потому как все государственные до дома были под и нормальному человеку жить там невозможно было одно спасалось что квартира была удобная и на той стороне был океан ну и мы там не платили ни за газ ни за свет ни за что только чистый рент платили 2012 году мы туда заселились мы платили 602 доллара в месяц это ж копейки во первых потом с каждым годом стали увеличивать тоже эти государственные дома расценки и оно доходило до 1000 с чем-то долларов мне зачем это надо тем более жить уже невозможно было происходило чья-то жизнь важнее как выйдешь на улицу глаз не на таком было остановить вокруг тебя не было нормально и вообще должен был идти только в русские районы чтобы увидеть более-менее нормальных людей да это все люди забэмбаны и злющие злые короче это злость чувствовалось в людях я извините работала в дентал офисе я работала последние года в гастроэнтерологии люди злющие приходили вечно всем недовольные ну и я имела с ними отношения меня все любили даже задаривали подарками потому что я с людьми в нормальных отношениях я исполняла свою работу хорошо вот я вам констатирую факт что по отношению друг с другом люди ужасные так что чё скрывать я не люблю америка не люблю что сейчас тут происходит люблю я с ноги мне это классно просто так как мне не 20 лет пару лет значит на пенсионный возраст шестьдесят семь лет я не собираюсь до шестидесяти семи лет пахать я уйду на раннюю пенсию мне все равно что пенсию они урезают знаете там так если ты уходишь 22 года у тебя просто оттяпывают пенсию и ты никогда уже не будешь получать свою полную пенсию допустим если у тебя полная пенсия тысячи долларов то у тебя оттяпают половину ты будешь получать 500 приблизительно я вам говорю если работать негде тратить свое здоровье и нервы на кого так что я собираюсь уходить на раннюю пенсию и муж тоже пойдет потому как мне его здоровье дороже а дальше будем видеть есть всевозможные варианты просто хочу сказать хоть я не люблю америку но это в любом случае в миллион раз лучше чем жить в украине в россию мы ехать не можем потому что мы никто россии мне кажется что продавать дома уезжать в россию это вообще совершенно глупо тем более у нас дети что с вами будет я конечно не могу сказать что соленая будет я не представляю себя без своих детей мы не представляем себя без наших детей это я вам так сказала просто в слове а видите звонка нету а сказали что позвонят да как говорится в одну реку два раза не войдешь наверняка если бы я вернулась сейчас возможно мне бы и не понравилась жизнь абсолютно где-то я не знаю просто я говорю что по сравнению с тем как я любила Америку еще в 2010 году когда я была в Украине мы забирали Ваню это месседж когда мы забирали Ваню вы уже не могли дождаться когда мы уедем из этой паршивой Украины обратно домой как процесс затягивался я вам говорила нас там держали думали миллионы с нас позабирать но по сравнению с тем какой была Америка и сейчас стала я ее перестала любить это естественно я люблю свою семью люблю свой дом все остальное меня не интересует вообще я не нарушаю законы я живу мирно не даю себя в обиду тоже любого человека который позарится на жизнь мою и моих детей я как говорится найду чем ответить так что я дружелюбный человек но не терплю больше ни ничего ни копюлечки плохого я в свою сторону не терплю всем пока-пока люди спасибо за внимание с вами была Жанна из Фортплейна